всем привет с вами кирилл и вы на канале кирилл гей мы сегодня мы играем в крючку на сервис холиплей первый сервис кирилл футболь не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод пишите кирилл гей вместе капсом и при достижении пятого уровня получите 50 тысяч при достижении 10 вы получите 100 тысяч то есть в общей сумме вы получаете 150 тысяч и так пацаны сегодня сбуд новая сериям я буду выполнять ежедневное задание у меня но есть как бы да если что сразу объясню чтобы не было вопросов почему там ты не депортируешься и так далее временно забрали у меня ту ютуберку потому что там есть баги как бы бак заключается в том что я могу выдавать оружие любому игроку могу выдавать хп любому игроку ну и так далее короче и целях безопасности хотя никому ничего не выдавал решили снять ютуберку но как только все пофиксит мне в принципе ее вернуть и мы с вами что-то интересное с ней заснимем поэтому пацаны с вас обязательно лайки ну что ж погнали минуточку внимания хочу поставить бизнес нашей семьи наш бизнес это спортзал в городе разомас находится он недалеко от банка разомаса и недалеко вот перекрестка также его можно найти легко gps пишите gps 6 раздел и 21 бизнес вот китан кирилл гейм и туда приезжаете тренируйтесь тоже здесь можно изучить здесь можно изучить все стили боя спарта кунг-фу кикбоксинг и удар стартя если вы выучите все стили боя вы сможете легко давать пилюрей другим игрокам но самое лучшее из них это кикбоксинг либо удар стартя в нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги также есть много тренажеров обязательно приходите именно в наш спортзал вход конечно же бесплатный так у нас есть вот такая вот команда дали и здесь мы смотрим наше задание меня занялись сегодня простенькие я посмотрел их изначально купить какой-нибудь вид пиротехники но это вообще легкотня арендовать скутер велосипед 10 раз тоже легко и полететь на воздушном шаре из-за этого мы получим от 5 до 25 тысяч и возможно даже бесплатную рулетку ну и конечно же спец очки ну что ж думаю не будем искать задерживаться погнали сразу я думаю выполним какое задание давайте купим какую-то пиротехнику я думаю в первую очередь и потом уже посмотрим арендуем велик там скутер и так далее давайте короче этим я думаю сторону батырева и уже там продолжим блин чуваки на самом деле не привыкли без ютуберки потому что я вчера целый день просто телепортировался куда мне нужно а сегодня мне нужно саму теперь ездить да и я думал пару дней плюс самому ездить они смутили портироваться так бы эти портировался и времени меньше бы уходило на видосы видео было бы кассе не надо было никуда ехать сразу телепортироваться ну давайте ладно уже по честному будем все-таки ежедневные миссии вы выполняете без ютуберки я сегодня тоже буду без ютуберки потому что мне нету как бы поэтому все будет по-честному и посмотрим как это выглядит реале они блять с телепортом короче думаю вы поняли кстати пацаны вы писали что типа вот продавай дом бусава потому что его уберут откуда такая информация можете либо мне там вк скинуть либо скинуть ссылку в комментарии либо расписать почему вы так уверены что бусаева скоро дома угорут и мне стоит продавать там дом напишите пожалуйста об этом комментариях чтобы я понял все таки но нужно мне продавать дом или не нужно потому что я не понимаю блин как бы мне это дома очень нравится и мне жалко будет его продавать но если их уберут то есть смысл как бы продать вы думаете сами понимаете но тем временем мы уже подержим пиротехники потому что вроде бы как в батырь его нету пиротехники вот я точно не уверен вроде бы нету да то вроде нет вообще пиротехники нигде поэтому я приехал разомас хотя можно было бы в южный приехать но в южном нету воздушного шара воздушный шар есть батырьева и арендовать утре велосипедом мы сможем здесь на вокзале так заходим он в погоса кстати стоит не важно принципе стоит погоса это не наше дело так давайте купим нам нужно любой до купить давайте купим не знаю на хиросима дорогая одиночную ракету давайте купим три штуки ну допустим красный так все я купил вы купили так давайте посмотрим вы получили один списочку и и 20 тысяч рублей я получил собой нихера себе и 20 тысяч рублей мне сразу дали серьезно мне 20 тысяч рублей дали пацаны увидели сразу нихера себе блять нормально купили набор хорошо давайте его используем я думаю блять это круто блин я не сможешь такие спецзадания довольно-таки прибыльные я думал дайте так ну ладно типа спецзадания это лучше чем квеста потому что квесты какие-то очень сложно на самом деле там нужно много факторов нужно блять в фракцию идти в тюрьму и так далее ну довольно-таки геморрой на а здесь спецзадания довольно-таки легкие и они меняются каждый день это довольно-таки классно так нужно арендовать пацаны 10 штук там блять людей до хера на спауне поэтому давайте пойдем может огручки там вроде еще скутеры есть и здесь скутеры вовсе мусоровоза в принципе не нужно 10 штук арендовать а если допустим арендую он ренту арендую улен по идее это будет считаться ли не будет я не знаю Fourth хотя и проверим тать вотик мусоровозом приехал здесь есть ли велики и скуты из отец проще сейчас я буду тратись Flightz это сказать с этой великими告訴ами так давайте будем садится арендовать его нужно типа вот так куда и нужно потом обратно так допустим арендовать потом велик ложь арендовать ну я понял да этот Вот таким образом надо всё делать. В принципе, что мне там пишется вообще по этой хрени? Так, 4 из 10, отлично, всё. Сейчас будем ещё арендовать подряд всё. И я думаю, мы спокойно сейчас это всё выполним. Я думаю, это как бы не считается багаюзом, потому что, ну, всё-таки. Я просто арендую подряд разный транспорт. В этом ничего такого нет. Так, ещё, по-моему, один раз осталось, да? Вы арендовали в ОСПЕ. Так, что там вообще? 9. А что 9 из 10, я вот не понимаю, кстати. Так, давайте. Во! Бля, я получил 3 списочка и ещё 15 тысяч. Ебать это, пацаны, халява. Конкретно, особенно для новичков, понимаете? Каждый раз за выполнение задания вам даётся очки вот эти, поняли? И, может, ещё рулетка сейчас бесплатно выпадет. Осталось, пацаны, нам что? На воздушном шаре полететь. И всё, в принципе. Поехали в Батырево. Только там есть воздушный шар в парке. Поэтому сейчас мы поедем туда и выполним последнее задание. Так, вот, всё, мы приехали. В принципе, этот парк. Вон там находится это колесо. Давайте я машину здесь, думаю, оставлю. Чтобы далеко не отъезжать, точнее, близко не подъезжать к шару. Потому что, возможно, это считается как за ИПП, либо донор поезда. Поэтому в Доморгане сидеть и хочется. Бля, шара нету, вы прикиньте. Да, кто-то летает на воздушном шаре. Поэтому будем ждать очереди, короче. Так, предупредь хайп юморову. И, да, я прохожу квесты. У меня спросил. Да, я прохожу квесты. Но, бля, где этот шар? Так, вон воздушный шар уже летит. В принципе, да. Бля, мне тоже надо абонемент. А арендовать ему полететь на воздушном шаре. Мне нужно полностью пролететь на нём или просто арендовать? И всё. О, всё, выполнили одну из ежедневных миссий. То есть, мне на нём лететь не обязательно. В принципе, видите, вы получили 1 спец очко и 20 тысяч. Блин, а рулетку я не получил, да? В принципе, ну такое себе. Давайте посмотрим, какая там байли. Дали, дали, дали. Посмотрим команду. И, да, я, в принципе, всё выполнил, что мне нужно за сегодня. Я не получил почему-то бесплатную рулетку. Но я выполнил за то все задания, которые мне были нужны. Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok